Желающих было много, просто всем прийти, в следующий раз другие придут сюда тоже. Не верьте, если скажут, что в Артёме нет шахтёров. Шахты закрыли, но люди остались. Осталась их активная жизненная позиция, уважение к прошлому и бережное отношение к городу. Шахтёрский союз, куда входят ветераны угольной промышленности, организовал и провёл субботник в сквере, где когда-то была шахта 3С. Здание, где раньше находилось шахтоуправление, давно облюбовали коммерсанты. Но на территории есть памятник горникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В те годы на шахтах и предприятиях, связанных с ними, трудились почти все жители города. Им на смену за бой пришло молодое, послевоенное поколение. Крепкие мужики и красивые женщины не только повторили трудовые достижения отцов и дедов, но и во многом их превзошли. Сегодня утром проснулась, и вот как в голове всё всплывает, как будто это было совсем недавно. Как грязную турубу одевали в шахту, шли, как шахтёры работали. У Валентины Палаш 10 лет подземного стажа. Самому младшему из шахтёров 65 лет. Большинству за 70. Есть такие, кому за 80. И каждый год они приходят сюда, потому что субботник для них не то, что дело святое, но обязательное. Хорошая возможность встретиться с товарищами, вспомнить себя в молодости и время, в котором жили и работали. Наш субботник был там, в шахте. Под землёй. На поверхности уже для нас не было субботника. Они не мели тротуары и не били ли бордюры. Выходили на смену, в забой, в шахту. И заработанные деньги перечисляли в фонд субботника. Были даже такие случаи, что люди, человек находился в отпуске, но в день субботника приходил и шёл в шахту. Потом нас наверху встречали, соответственно. Ну, были молодые, было очень весело и хорошо, здорово было. Когда ликвидировали шахты, в угольной промышленности Артёма трудились более трёх тысяч человек. Сейчас в Шахтёрском Союзе 500 пенсионеров. На субботник пришли 30 и норму свою выполнили. 40 мешков. Это много или мало? Я считаю, для такой территории там много. 40 пакетов опавшей листвы, как норма выработки. Главное, что день прошёл с пользой. И с товарищами встретились, и доброе дело сделали. Значит, силён ещё Шахтёрский Союз. Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Норик. Городские новости. Артёмовский телеканал «Лента».